Даньяр, ты как там на связи? Доброе утро! На самом деле я не просто на связи, я любуюсь вот этой потрясающей машиной. Смотрите, какая красота! И это дело рук нашего гостя. Олег, доброе утро! Скажите, пожалуйста, как давно вы начали заниматься вот именно тем, что собирать вот эту красавицу? В 2010 году пришла мысль воплотить свою мечту. У меня мечта была с 15 лет сделать автомобиль ретро, именно кабриолет. В 2010 году я начал этим заниматься. Полтора года я сделал этот автомобиль. Так, вот этот автомобиль на базе чего? Я так понимаю, что это Мерседес? Это Мерседес С-класса, да, 320. Так, а все, что сверху, расскажите. Сверху придумано мной. Это все вручную делалось, изготавливалось. Осталась только платформа, двигатель, ходовая часть Мерседеса. Остальное все вручную делалось, то, что пришло в голову. Получается, это совершенно уникальный автомобиль. Второго такого нет нигде? Нет, нигде нет. А как вы его регистрировали тогда? Он по документам кто? Он переоборудован, Мерседес, стиль ретро, кабриолет. Все узаконено, все законно. На самом деле этот автомобиль нужно видеть, потому что, представляете, вот эти огромные фары, решетка радиатора, я не могу. Я им любовался, я открою вам такой маленький секрет, скажем так. Мы познакомились с Олегом на улице, я стоял, наверное, минут 20, просто рассматривал автомобиль, влюбленными глазами вспомнил себя мальчишкой. И вот сегодня мы с Олегом уже рассматриваем автомобиль. А вот скажите, такой момент, когда вы едете по городу, как реагируют другие автолюбители? Ну, все ставят лайки, показывают лайки, сигналят, улыбаются. Дети особенно реагируют очень так ярко. Маленькие дети почему-то, хотя что они видели, но все равно реагируют, улыбаются, довольны. Все машут, все здороваются, все приветствуют. Ну, здорово. Мы продолжим с вами сейчас, пойдемте в студию. Даш, тебе слово. Ой, надо же. Вот кому что? Когда мужчины удивляются, вот как ты так можешь перед зеркалом, так долго, мулюешь себя и так далее. Просто каждому свое. Вот у мужчин в данном случае, пожалуйста, они занимаются реставрацией, что-то. Я бы в жизни не подумала, если честно, что это Мерседес. Что скажете? Вот, они уже подходят к нам в студию. Вау, это просто такие автомобили там. Ну, классно, что мы смогли показать этот автомобиль. Не просто рассказать на фотках в Инстаграме, знаешь, полистать, показать. Олег, проходите, пожалуйста, так нам. Здорово, что мы смогли показать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это, конечно, у вас. Как вы ее называете, ласково? Ну, как ее? Ласточка, может быть. Или нету такого, без вот этих вот, да? Нет, такого нету, да. Просто красный кабриолет. Ну да, действительно, такие же. Так, кто там машину трогать, смотрим. А я тебе скажу, кто там. Все девочки нашей редакции уже на фоне чуть ли не тиктоки начали снимать и полежали на ней, посидели, поэтому там так происходит. А вы вот в такие моменты не переживаете? Она же одна единственная. Нет, ну, уже 11 лет она. Первое время, да, наверное, переживал, потому что это как-то я. А сейчас уже 11 лет. Нет, люди стали уже, никто ее не трогает, в принципе. Серьезно? А раньше трогали? Ну, раньше, да. Представь, один из первых кабриолетов в городе, естественно. Так я и сейчас потрогать хочу. Каждый норовил просто перепрыгнуть. Вандалы были, которые хотели поцарапать, что-то такое. Есть и такие люди. Сейчас все успокоилось? Сейчас нормально все относится. Я ее оставляю спокойно. Здорово. Может быть, я, конечно, прослушала, но это не единственный автомобиль, который есть у вас в вашей собственности. Да, я вот в 10-м году начал этот автомобиль. Потом, когда я его сделал, я решил построить кабриолет. Я купил Porsche Cayenne, разрезал его, удлинил. Porsche Cayenne, разрезать! Мне был просто Porsche Cayenne. Его нельзя резать. Он же цельный, хороший. Ну, он красивый был. Я вот вашей девушке дал фотографии, можете посмотреть. А, вот она фотография. Подождите, это вот оно? Давайте я рядышком с вами на всякий случай. Давайте, давайте. Это тот самый разрезанный, Porsche Cayenne? Нет. А, все, хорошо. Давайте покажем нашим телезрителям, пусть они тоже посмотрят. Да, сейчас я все буду скачивать, все фотографии. Так, ну, а это вот давайте расскажем. Это последний проект, который сейчас готовится. Я купил Победу М-20. Но когда-то в детстве я мечтал, когда мне было 7-8 лет, у меня папа работал на такой машине, пикап. И когда он приезжал на обед, в принципе, я из нее не вылазил, я ее облазил всю. Вот Porsche Cayenne. Ой, я случайно... А мы просто все это видим на телевизоре сейчас. Да, вот Porsche Cayenne, я его сделал с нуля полностью. Но проект оказался неудачный, невостребованный. Это же лимузин, наши люди же любят свадьбы. Лимузин, да. Но в Казахстане любят Хаммер и Гелендваги. А, чем побольше. Порше Cayenne, да. Он был там, шикарный салон, вот видите. Да, салон просто замечательный. Когда вы сделали герой лимузин, и вот уже все, с покраски он вышел, салон сделали. Вы на нем куда первый раз поехали? Семью катать? На лимузине? Да. Да, супругу позади, прокатились мы на машине. А потом, ну, люди просили свадьбы там, выпускные, это все. А почему вы посчитали невостребованным? Ну, он затратный очень был финансовый. Ты представляешь, сколько парковочных мест один лимузин занимает? Да, и я его решил порезать, он мне надоел. Опять порезать? Опять порезал? В автомобильный хирург, я понял. Там есть фотографии, да. Это самое сложное, решиться вот, когда делаешь автомобиль, когда он заходит целый, и его надо резать, надо срезать. А с чего начинают резкую-то... А вот это порезанное уже, да? Да, вот это порезанный уже порш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а как можно порш резать? А-а-а. Ой-ой-ой-ой. Ну, когда он... Когда хочется чего-то интересного. Да, да, да. И вот я сейчас новый проект, это вот из Победы я делаю... Это вот сейчас, который первый фотографии, это то, что вы сейчас... Так, Олег, скажите, а что будет-то из нее из Победы-то? Двигатель, я так понимаю, вы там поменяете однозначно. Да, там будет мощный двигатель, там он будет 4ВД полноприводная, она будет шикарная внутри, салон будет современный, мониторы, все будет. Олег, вы же понимаете, что на, допустим, как это, на реставрацию одного автомобиля, по сути, тратятся те же средства, что и купить новый автомобиль. А иногда и больше, да? Ну, допустим, этот Мерседес, он был 93-го года, он был серый какой-то такой, незрачный. Который сейчас мы видим прекрасно, вот эта ласточка. Да, да, но вот сейчас эта машина совсем другая. Он скучный был, Мерседес, ну, их много, да. А сейчас машина, люди радуются, фотографируются. Где бы я ни остановился, везде фотосессии. Еще бы! Я на ней путешествую, я на ней был на Байкале. Серьезно? Она выезжает из города? Конечно, конечно. Я думаю, что эти автомобили они только по городу. Машина эксплуатируется полностью, она не так, что вот она... Стоит, да, и пылинки с нее сдувают. Она эксплуатируется, она ежедневно эксплуатируется. Ну, скажем так, я помню, когда мы с вами познакомились, у вас сзади вот такая бадья помидор была. Да, да, да. То есть и за овощами, и на даче тоже на ней, да? Здорово, что не просто для красоты, а вот каждый день. Нет, машина должна ездить. Когда техника стоит, она умирает. Поэтому она должна двигаться, и она должна ездить. И поэтому, я говорю, я путешествую на этой машине, она везде была. И в Питере, и в Москве была. Запчасти, я так понимаю, те же, что и на Мерседес, поэтому без проблем. Запчасти вообще без проблем, да. А вот как реагирует полиция? Не бывает, что останавливаются? Полиция останавливает посмотреть, сфотографироваться. Да, сфотографировать. Мне кажется, что когда вы приходите в ГАИ, у вас уже там, уже такая, а, это наш любитель переделывать. Ну, я когда-то работал просто так. А, ну, ясненько. Ну, замечательно. Тогда вот такой вопрос. Вот за сколько примерно по времени вы, ну, скажем так, реставрируете автомобиль? Я в том плане, что когда мы вашу победу-то увидим? На кабриолет у меня ушло полтора года. Так. Ну, со мной работали такие профессионалы-мастера. Один костоправ, один столер, который делал дерево. Но вы же вечерами после работы это делаете? Нет, это каждый день посвящался, да, этой машине в течение полутора лет. На лимузин у меня ушло два года. О-ко-ко. Это мы вдвоем с мастером. Победу уже люди перестали браться за такую работу. Они говорят, нам легче там 10 бамперов покрасить, и мы эти же деньги получим, которые ты нам заплатишь. Я взял мальчика, 19 лет парня, обучил его, отправил на курсы сварщиков, он выучился у меня. И вот мы с ним вдвоем в течение года, мы вот до такого состояния, там есть фотографии, ее довели. Сейчас в течение года второго она уже доводится до идеала, до покраски, покрасится, и потом сборка. Для сборки, в принципе, уже все готово. А привезете сюда снова показать победу-то вашу? Если пригласите. Да, с удовольствием, конечно. Тем более это будет целая история, люди будут наблюдать. Так, сейчас мы увидели это. Слушайте, Олег, позвольте теперь у него вопросы. Мне прям интересно, а кто вы по профессии-то, почему? По профессии я инженер-металлург, по первой профессии я фототехник, работал я в ГАИ, и потом занимался немножко бизнесом, строительством, ну всем понемножку. Сейчас я могу позволить себе не работать. Здорово. Я так поняла, работаете вы в любом случае каждый день. Но работа, которая приносит удовольствие, уже и не нравится как таковой работой. Это уже хобби. Это приносит удовольствие. То есть, а вам не предлагали никогда, допустим, купить ваш автомобиль? Предлагают постоянно. Ну, я не думаю, что это серьезные предложения. Ну, просто мечта не продается, поэтому сразу отказывается. О, как сказано. Ну, то есть, это вообще точно нет? Как бы много не предлагали. Смешно? Я, во-первых, сделал ее в память о папе в 2010 году. Во-вторых, на ней инициалы стоят папины. Впереди эмблема, если вы заметили. Вот спереди, да. Да, это роспись папы. МК. Первые буквы, да. Михаил Клименко, это были первые буквы его росписи. Я перенес ее в металл с удостоверения и вот изготовил и установил. Слушайте, ну, вы при этом, при всем очень творческая личность. То есть, я вот слушаю, и в ГАИ работали, и бизнесом занимались. То есть, вот у вас просто, но вот как будто бы самое главное, вы творческий. Вот я посмотрела на то, что вы делаете, я посмотрела на то, как вы рассуждаете. У вас бурлит это творчество. Ну, да, здесь, знаете как, надо начать. Самое сложное – это начать. Потом, когда ты начинаешь, а машина сама подсказывает, как надо делать, что надо делать, она тебе говорит. А это тоже творчество. Ну, это да. Машина ничего не подсказывает, мне кажется, она не говорит, слушай, я вот думаю, здесь нужны инициалы. Это вот, надо же, это все вам приходило в голову, все вот. Ну, да. И обычно мысли такие приходят, вы знаете, в 4-5 утра. Как обычно, да? Не бывает же нормально, да, что в утром проснулся, нет же. И как вы просыпаетесь, все выписываете. Нет, я будил супругу, рисовал ей там крыло, вот такая форма крыла, какая тебе нравится, вот такая форма крыла. Даша, представь, тебя бы вот так в 4 утра муж разбудил бы и сказал, вот крыло, да, а просто светильники, да. Я решил брать лампочки такие-то. Нет, ну, терпение, ваши супруги просто железные. Это здоровская, настоящая поддержка женская, вот, которой нужно учиться и учиться нам. Поэтому большой-большой привет супруге. Ну, что ж, Олег Михайлович. А как ее зовут? Вы можете передать привет. Ну, у меня уже вторая супруга. Ага. Первая была Алла, да, она сейчас в Калининграде, но ей привет, да. Да? Она терпела, да. Ну, и вторая супруга терпит уже остальные машины. Так мы можем и привет супруге нынешний передать? Ну, давайте передать. Давайте, вы можете говорить все, что вы хотите. Привет, Наталья. Спасибо, что ты терпела. Терпение вам, сил и такой же любви к автомобилям. Да. Так, кстати, а не задавались вопросом, супругу больше любите или автомобиль? Как? Не задавались вопросом, супругу больше любите или автомобиль? По-моему, ответ на тебе виден. Ну, это разная любовь. Все, все, ладно, не буду дальше. Не закапываем, да, как говорится. Спасибо большое вам, Олег Михайлович, за то, что нашли время, за то, что приехали с нами сегодня. Было замечательно. Автолюбитель, реставратор Олег Клименко. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Будем ждать вас еще. Но у нас впереди короткая реклама, не переключайтесь, а далее наши супергости. Смотрите все выпуски Танго Студия здесь. До новых встреч.